Всем привет! Сегодня решила поделиться одним из любимых рецептов фаршированных окорочков. Такие окорочка можно подать не только на обед или ужин, но и также остывшими нарезать на бутерброды. А для их приготовления мне понадобятся лук, морковь, ну и соответственно сами окорочка. У окорочка отделяю кожу от мяса. Если плохо отделяется, аккуратно можно подрезать ножом, чтобы не разрезать кожу. Затем отрезаю кость и остается кожа с маленькой косточкой и окорочок. Кожу выворачиваю. У окорочка отделяю мясо от кости так, чтобы не попал даже кусочек хрящика, так как мясо будет перекручивать на мясорубке. Лук нарезаю произвольно для того, чтобы перекрутить на мясорубке. Также небольшими кусочками нарезаю и морковь, чтобы перекрутить. Но морковь не обязательно перекручивать. Ее можно натереть на терке. Мясо, лук и морковь перекручиваю на мясорубке. В тарелку всыпаю панировочные сухари и вливаю молоко. Размешиваю и оставляю сухари набухать в молоке приблизительно на 2-3 минуты. В фарш выкладываю размоченные в молоке сухари. Вместо сухарей можно взять кусочек белого хлеба. Также добавляю соль. Из расчета на 1 кг фарша 1 чайная ложка соли. И всыпаю черный молотый перец по вкусу. Все хорошо перемешиваю. Так как у меня 2 окорочка, фарш делю пополам. В кожу закладываю часть фарша. Затем сшиваю кожу, но не до конца. Оставляю место, чтобы заложить оставшийся фарш. Закладываю оставшийся фарш. И сшиваю кожу до конца. Очень сильно набивать окорочок не надо, чтобы не лопнуло кожей. Вот такие 2 окорочка получились. А теперь форму, в которой буду запекать окорочка, немного смазываю растительным маслом. Выкладываю фаршированное окорочка. Форму закрываю фольгой. И отправляю в духовку на 20 минут при температуре 220 градусов. По истечении времени фольгу снимаю. И окорочка поливаю образовавшимся бульоном. И еще отправляю в духовку на 15-20 минут при температуре 160-180 градусов до румяного цвета. За эти 15-20 минут еще раз поливаю окорочка образовавшейся жидкостью. Также смотрю, чтобы жидкость не испарилась. Если жидкости не стало, подливаю немного воды, чтобы окорочка не подгорели до того, как зарумянится. Вот такие окорочка получаются. Если понравилось, подписывайтесь, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых рецептах.